Полтора года следователи выясняют обстоятельства гибели пятиклассницы из Дядькова Валерии Устеменко. Напомним, девочка 28 сентября 2012 года не вернулась домой после занятий. Валерия Устеменко искала вся область. Спустя месяц тело девочки нашли, а ее убийца не найден до сих пор. По данным Следственного комитета, сначала местные жители нашли на окраине Дядькова школьные принадлежности пропавшей девочки. На следующий день при прочесывании местности сотрудники полиции обнаружили останки. У нее полностью отсутствовали мягкие ткани головы и лица. Другие части тела также подверглись воздействию внешней среды. Старшая сестра девочки смогла опознать Валерию только по одежде и телосложению. В ходе расследования в руках следствия оказались записи с камер наблюдения здания Дядькова Райгаз. При анализе видеозаписи с данной камеры наружного наблюдения было установлено, что пропавшая девочка ведет разговор с водителем автомобиля ВАЗ-2105 или 07, после чего следует за данной автомашиной. Но качество записи столь ужасно, что различить номер машины или лицо владельца невозможно. Следствие полагает, что Валерия Устеменко могла сесть в машину и уехать в неизвестном направлении. В процессе изучения записи следствию удалось установить и третьего фигуранта дела. Установлено, что за девочкой и водителем автомобиля наблюдает пожилой мужчина. В настоящее время удалось составить рисованный портрет данного мужчины. Есть два несовершеннолетних свидетеля, которые на следующий день видели девочку. Она проходила мимо универмага на улице Ленина в городе Дядьково в сопровождении молодого человека. Расследование дела продолжается уже полтора года. Следственный комитет просит внимательно посмотреть на эти портреты. Если вы кого-то видели или располагаете любой другой полезной информацией, сообщите по телефону 620184 или 621875. Игорь Умаров, Григорий Стебихов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.